Друзья, уверен, когда вы закончите просмотр этого видеоролика, вам захочется еще, еще больше интересного времяпрепровождения и еще больше эмоций. Так вот, все это вы можете получить в потрясающей, реалистичной игре Hustle Online. Нравится дрифтить по ночному городу и при этом не бояться последствий, а может быть ты наоборот, именно тот, кому не терпится как можно скорее схватить нарушителя и посадить его за решет. Ты можешь быть кем угодно, а самое главное, что на протяжении всего движения ты будешь не один, а со своими хорошими друзьями и, конечно, лично со мной. Не хочу раскрывать все карты, но с членами моей банды мы уже что только не делали. Мы устраивали побег из тюрьмы, захватывали касаторские колонны, в общем, делали много чего интересного. Да, многих парней мы в итоге потеряли, потому что они нашли себе подруг и женились. Я вас не обманул, когда сказал, что игра потрясающая, она очень реалистичная, только тебе там выбирать быть на стороне закона или наоборот возглавить преступный мир. Кстати, мощный компьютер тебе не обязателен, я сам периодически залетаю на сервер со своего мобильного телефона. Так что обязательно прямо сейчас залетайте на 14 сервер, именно туда. И не забывайте вводить мой ник Александер, нижние подчеркивания, Герасев при регистрации, а также промокод Герасев большими буквами. Это даст вам денежный бонус для легкого старта игры. Чтобы скачать игру на телефон, просто вбей в Apple Store или Google Play Hustle Online и скачивай игру. Либо переходите по ссылкам в описании, там вы найдете лаунчер и для компьютера, и для мобильного телефона. Кстати, все планы мы обсуждаем в нашем секретном чате во Вконтакте, который также есть по ссылке в описании. Начинайте играть, воплощать мечты с жизни в игру. Промокод Герасев, не забывайте вбивать, ссылочки все внизу, подключайтесь, это реально очень кайфовая игра. Спасибо, что включил с тобой Герасев. И ребята, сегодня у нас очень интересное, необычное видео. Сегодня мы покопаемся в телефоне настоящего серийного убийцы. Этот человек вышел из тюрьмы полгода назад, предварительно отсидев в ней 20 лет за убийство семерых человек. Он делал страшные преступления в течение 12 лет, и сегодня он подробнее про это расскажет. Расскажет, зачем он это делает, почему, как и для чего. Но самое интересное, что он еще не знает, что в начале этого, как он думает, интервью, я попрошу его дать свой телефон. И мы проверим, действительно ли он завязался в своем прошлом, и остались ли у него какие-то грешки. Как вы убили первого человека? Шикарно. А вас отпускали? Куда? Родители не в курсе же наверняка, что вы делаете. Говорят. Есть какое-то убийство, которое вы совершили, и вы о нем прям жалеете? Да нахуй мне нажать, я вот эту шпильку тут закалю. Что, вы как-то нервничаете, да? Послушай, ты х**ерешь в моем телефоне, мама не горит. Ребята, рядом со мной сидит человек по имени Евгений. Этот человек отсидел практически пол своей жизни в тюрьме. Евгений, вам, насколько я помню, 55 лет. Совершенно верно. Из них 20 лет отсидели в тюрьме за убийство семерых человек. Мы хотим, чтобы вы сейчас дали мне свой телефон. И мы будем смотреть, что у вас находится в телефоне. Я буду лазить абсолютно по всем папочкам, фоточкам, банкам, перепискам. Буду смотреть абсолютно все, чтобы узнать, что у серийного убийцы в телефоне. Сейчас, я надеюсь, вы людей не убиваете и скрывать вам нечего. Поэтому, я думаю, вы не должны отказаться от такого. Ну, конечно, да, конечно, нет. Ну, вообще настораживает несколько вот это вот. Да, я должен объяснить, что мы не говорили об этом Евгению. И я это говорю первый раз. Сейчас нет? Естественно. Если вы откажетесь, никаких санкций с нашей стороны не будет. Если вы откажетесь, хорошо, отказывайтесь. Но если вы согласитесь, то я буду смотреть абсолютно все. Ну, что делать, у нас пошла такая масть, понимаешь? Ну, что, давай. Держи, уважаемый. Копайся, ковыряйся, я не знаю. Хорошо, давай. Я буду... Так, все, нам дали добро. Зрители должны понимать, что это неспланированная какая-то акция. Это действительно человек только что узнал, что я буду копаться в его телефоне. Сейчас мы скроем все под наготкой. Все, я запустил запись экрана. Пока я лазю в вашем телефоне, Евгений, расскажите, пожалуйста, как вы убили первого человека? И как вообще... Ну, как это случилось, это случайно, это запланировано. Это у вас была какая-то мания кого-то, желание... Ну, какая, нет. Как оно было? А я пока поищу. Да, поищи, поищи. Ну, а я так вкратце постараюсь, в общем-то, всю эту ситуацию обрисовать, да, смотри. Был я молод, да, лет мне было там 20 с лихой, с лихой. Ну, вот, и как все произошло? Была у меня девушка, моя девушка. Понимаешь, ситуация такая. Я думал, она моя, паскуда, да? Она оказалась, ну, как выяснилось, потом не сира, шаболда какая-то ветреная такая, падла тварь, да? Бабла я зарабатывал немного, там, туда-сюда колымел, ну, еще успевал, перебивался. И все бабло, сука, я впливал на эту паскуду, понимаешь? Вот, она же тварь неблагодарная. С меня бабло сосало, а сама шкура гуляла там где-то налево-направо. Как хотела, понял, да? Хорошо, я правильно понимаю, что из-за измены какой-то? Да, да. Ну, как это случилось? Ну, как случилось, смотри, вот элементарно. Я ее прокараулил, там, значит, пропас эту всю поляну после очередных, там, цветов, букетов, конфетов, всех делов, значит, проследил, там, вот, около ее парадной, там, где-то прокараулил, пропас всю эту поляну, вот. Подъезжает, значит, машина, она внутри, там, какой-то водила, чушок какой-то, значит, они там омацаются, обнимаются, целуются, все дела, понял, я это вижу. Ну, каково мое чувство, да, ага. Да, у меня созревает не то, чтобы план, а так все, понимаешь, молниеносно, так, значит, это, ну, вот. Они там насосались, нацеловались, нажмякались, а она выходит, идет в парадную свой, парадную, да, я за ней. А тут меня, понимаешь, как накрыло где-то сверху, что-то тяжелое, тут то ли монтировка, то ли серовка, не знаю, что. Подхватил, значит, и я это, ну, по башне, немного так по голове, да, сзади, так, ба-бах. Все, вот, понимаешь, это на эмоциях, на каких-то нервах, не знаю, на чем, вот так. Борис, вы не планировали ее убивать? Нет, 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 ни в коем случае, так хотел сфугнуть чуть-чуть, палочкой железненькой по башне немножко приложиться. Как-то силы, сука, не рассчитал. Смотрю, кровища брызгнула, все на лестнице, потекло, кровь-кровь-кровь, меня и почесло. А, это прямо на лестнице было, даже не было? Да, она еще там шага не успела ступить на первый вот этот пролет, значит, по ступенькам, и я тут бам-бах по башке. Важный момент, что Евгений 7 человек убил. Но. Прежде чем его нашли и вообще как-то на него подумали. Вот интересный момент, как вообще вы скрывали это все? Евгений, хорошо, расскажите, пока я дальше смотрю, это, честно говоря, такой экспромт, для меня тоже пытаюсь найти что-то интересное. Расскажите, как вы сидели в тюрьме, как бы вы к вам сейчас относились, знаю, у вас там, все знают, по какой статье вы сидели? 105-я, вторая. 105-я, 105-я, часть 2. Ага. 20 лет? 20-ка. От звонка до звонка, она же звонковая. То есть там ни удо, ни канает, ни сера, понял, да? Ага. Как в тюрьме вы сидели, расскажите. Я думаю, это может быть тоже. Ну, я расскажу, расскажу, но если сказать одним словом, двумя, к примеру, да, это звучало бы так. Шикарно. Шикарно? Конечно. Статья-то, братан, уважаемая, понимаешь? Ну, вы сидели в тюрьме, там же вот есть эта история про статус, там, что... Естественно, кого-то и так далее. Уже статья твоя дает тебе статус, понял? Ты когда заезжает туда, за тебя приезжает, прилетает за тебя телега, потому что ты можешь там по ушам проехаться людям, ну, нассать людям в уши, они поведутся, а ты пи***молом окажешься. Это тоже нехорошо, лютая система, потому что ты выхватишь за это, тебя или опустят, или еще что-нибудь. А вас отпускали? Куда? Ну, в тюрьме. Нет, ты что? Ты же хочешь сказать, что этот, ну, с мясом на голове? Да. Не, не, ты что? А вы кого-то? Ты давай, ты вот базарь нормально, ну. А вы кого-то? Это не по понятиям, чтобы кого-то обоссать или х***м по губам провести, это то, что... Ну, нет, нет, нет. Порядочный арестант, вот ты должен себя вести, как порядочный арестант. Двумя словами говорят, вот смотри, допустим, кем ты был здесь на воле, да, тем же человеком ты будешь и там. Если ты здесь был чертом, то и там ты там будешь чертом, с пальмами слежать не будешь, понял? Интересно просто, я вот к чему спрашиваю про опускали вы кого-то, не опускали? Потому что я вот ваши фотографии сейчас смотрю, и тут есть несколько фотографий с объявлением, с проститутками, короче. Что с проститутками? Ну вот, я не знаю, это нельзя телефоны показывать, но вот, короче, тут несколько фотографий. И вот телефоны, отдых для мужчин, несерьезный, знакомый, Соня какая-то, Женя, Лола. Соня, Лола. Вы ходите к проституткам регулярно или не ходите? Ну, как бы, воле и судьбы надо где-то с этой самой нуждуту справлять, правильно? А 20 лет вы же терпели, получается? Ну как, ну да ну а что, кто не дрочит, тот мент. Расскажите, вот у вас 7 убийств, они все, насколько я знаю, разные. А не было ли случайно какого-то убийства, вот, сексуальным подтекстом каким-то, какой-то изнасилованием и так далее? Ну, знаешь, тебе однозначно скажу, нет, таких мотивов не было. Не было. Как-то не легло на душу вот это вот, под порнофу какую-то, кого-то завалить там, кстати, в очередном, не-не-не-не-не-не. А какое, есть какое-то убийство, которое вы совершили, и вы о нем, правда, жалеете? Да. Смотри, я отвечу как бы сразу обо всем, и потом отдельно об одном. Смотри, вот как бы, естественно, я жалею обо всем мною содеянным. Как бы, ну, понимаешь, как в Библии сказано, не убей, не убей, не укради, ну и так далее. Да. Естественно, жалею. Ну, какой человек имеет право отнимать жизнь у другого человека? Это не дано право никому, ни тебе, ни ему, ни ей, правильно? Правильно. Вот, и, естественно, я жалею обо... Единственный случай, я жалею, ну, как бы, обо всех вот предыдущих. Одно есть один, эпизодик такой есть, завалялся. Ну, значит, шпилили в карту мы с одним гусем, как бы, вот, на одной сначала катра не сидели. Ну, катран, поляна, стол игровой, понял, да? Шпили-шпилили. А он такой, значит, неугомонный, он, походу, ну, то ли не от мира сего, такой блаженненький. Он и шпилит, и шпилит, и сливает все бабло, мне сливает. Проигрался в пухом прах, что-то там, первое дело, как-то у нас вот эта первая поляна замылилась, как-то он спокойненько немножко нервничал, ушел. Вторая встреча с ним, с этим же гусем, значит, да. Где-то на хате там был какой-то тоже крендель, деваха была, девчуля, а, какой-то крендель, он был и девчуля была, по-моему, его какая-то там маруха. И, значит, опять пошел шпиль такой хороший, мне пошла кость нормальная, понял, у меня все идет, идет нормально, там разочек ему сольет, опять у него все это. И оставляю где-то, он на меня бычку, понял, включил, обозвал меня, ну, в нечистой игре, пена брызжет отовсюду, понимаешь, с жопой пузырями, и на меня она бычет. Я недолго думая, понял, хватаю, сажал его со стола, ну, типа ножик, да, хватаю ему куда-то, там, под бочину пару-тройку раз, ну, там легкая, у легкого все нормально, глушняк, понял, ну, такая мышь, ну, я говорю, ты сливаешься бабло, да веди ты себя культурно, девка, вау. Из-за того, что он проигрывал в карты? Да, еще меня обозвал этим мошенником, с хулером, я нечистая играю, передернул, ты паскуда, я там, блядь. И вы за это его ножом? Да, 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 я был под пипей, понял, ну, вот, 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 ну, я его, нет, это я не жалею, но он получил за дело, он бабки схватил со стола, давай их рвать, понял, ну, нормально, нет? Ну, все, меня переклинуло, что я буду свалить на эту? А, это как раз эпизод, после которого вас, собственно, играет, посадили в тюрьму. Вот, да, это паскуда, мне надо было и кошелку эту там завалить, понимаешь, а она мусорам все меня и слила, под чистуху. А, вот девчонка, да, вот, которая живых осталась, как говорят, свидетели не оставляй, а я оставил. Это была ошибка. Да, вот, милосердие проявил к ней, а она свою варежку распахнула. Ну, и... А, вот, как раз про девушек, я сейчас зашел в ваш инстаграм, и вижу тут директ, которому вообще позавидуют многие молодые парни. Ну, что там, какие-то кучи девчонок, вы им что-то пишете, прям огромное, огромное количество, вот, доброе утро, там, что-то, вот, там даже кто-то отвечает, привет. Ты такой любопытный, я не знаю, я не знал. Вы, причем, очень красивые все молодые девчонки. Ну, правильно. И что, и вы, вы с ними как-то гуляете? Как девушки вообще реагируют на то, что вы, вы им говорите, что вы серийный маньяк? Да зачем мне рекламу такую создавать? Нет, не надо. Кто-то из них поумнее, которые, те, как бы, по мне видят, чухают сразу, да ты бывалый. Ну, а те, которые глупые, как пробки, те... А погодите, так это же... Что, проститутки? Нет, это же не ваше, я понял. Нет, это ваш фейк-аккаунт у вас какой-то, правильно? Есть. Тут фотография накачанного красивого парня. Но... На машине. Ну, типа я. Но, как будто это не вы, да. Ну, за. Честно говоря. Но. Да. А вы, как бы, вы обманным путем... Вот, как бы так. Ага. То есть вы общаетесь с девушками от лица другого мужчины? И, естественно. Вот они на эту картинку смотрят и ведутся на нее, да? Что? Ведутся на нее, вот, знаете, видите? Я не думаю, что они общаются, как будто снимаешь. А зачем вы это делаете? Когда вы с людьми встречаетесь, если вы встречаетесь? Да я просто не... Ну, просто пообщаться. Иногда хочется просто поговорить. Просто поговорить? Да. Да. То есть вы просто общаетесь, вы с этим девушками не видитесь? Нет. А были ли случаи, когда вы убивали уже, как бы, ну, целенаправленно? То есть вы шли... То есть это было необязательно. Но вы зачем-то вот решили человека лишить жизни? Ну, что душой кривить? Ну, было. Шлепнул одну, шлепнул здорово. Как бы успокоился. Проходит какое-то время, и вот... И чего-то мне не хватает. Вот какой-то такой момент в людстве. Вот эти объяснения, что у меня происходит вот здесь. Если там вообще что-то есть. Ну, да. И вот после третьего раза, там, допустим, скажем тебе так, ну, честно, да, положа руку на сердце, четвертый и пятый элемент уже прошли, вот, как бы, знаешь, мне хотелось. Хотелось? Да. Вот надо было мне посмотреть им в глаза, вот в эти печальные очи, как бы, тем, в которых я видел, за что, и там, я жить хочу, и все такое. Вот эту лирику все, понимаешь? Это весьма интересные моменты, они вот так же упоминают, и влияют на психику человеческую. Теперь начинают думать, как вот, чем думают, там, те же, там, Чикатило, ну, вот эти знаменитые все, там, потрощители, там, какие-то в Лондоне, да. То есть вам, получается, нравилось смотреть? Ну, как бы, да, вот это был перил такой. Я не скажу, что он длился до последнего моего эпизода, но вот ты спросил, были ли моменты, я тебе говорю, да, были. То есть вы специально искали жертву, специально. Ну, ты знаешь, иной раз я кого-то искал, иной раз она к фронтам приходила, вроде бы, как бы, и не вы. И вы целенаправленно, чтобы, целенаправленно, чтобы получить удовольствие, чтобы посмотреть, как вы сказали, как душа уходит в рамках, Да, вы убивали человека. Совершенно верно. Вы прям гордо как-то рассказываете про это. Ну, ты знаешь, я, может быть, ну, как-то так, не то, что бровирую вот своими вот этими, я не горжусь этим. Я как бы, чтобы не хотели помочь. А сейчас вам не хочется никого там? Ну, тебя точно не хочется. Не хочется? Нет. Честно говоря, вы немного жуткий, если вы честно. Жуткий? Жуткий вы, да. Ну, разве нет ничего, когда осознавать вообще, что это, ну, это, ладно. Посмотрите, насколько мне известно, вы убивали людей в течение 12 лет. То есть вы оставались без наказания 12 лет. Как вы уходили от этого? Как вы скрывались? Скрывались ли вообще? Давали ли вы, может, какие-то взятки? Были ли на вас когда-то какие-то подозрения? Потому что, ну, мы не будем там все в красках описывать, потому что, ну, некоторые убийства, например, вот первое убийство, оно было совершено вообще в подъезде. Ну, какое время-то было тогда? Это сейчас ведь и камеры понатыркали, понял? Ты шага лишнего не можешь делать. Поссал там на углу, тебя крипанули. А тогда, ну, шо? Ну, грохнул ты какую-то девчулю там парадой, всю кровью засрал и съебался оттуда. Ну, и шито-крыто, это глухарь. Вот и так вот все мои, вот эти вот мокрые мои, мой след, мокрый след долгие годы, так и тянулся. Как бы пока не начались новые какие-то технологии, и веяния, и все такое, мусора стали умнее, и что. То есть просто из-за того, что были технологии не рано? Ну, как бы да, я понимаю, что именно так. Либо я аккуратно все это делал, хотя особой аккуратности я и не проявлял сам от себя, понимаешь? Может быть, ну, хотя Бога сюда приплезать нельзя, Бог меня миловал, потому что от сатаны, скорее всего, я работал, ну, кого? Да, ну, Чикадилов, вот Вадим Чикадилов, что он делал, да? Валил мальчиков, девочек маленьких, да, там вот, уводил куда-то кустики, шары-мары там открыли, скрыли, стреливали. Ну, понял, да, это не черный юмор, это боевое, это мы знаем, вся страна еще. Он когда там работал-то в 70-х, с 80-х. Долгие времена его не могли взять, правильно? Сейчас бы такого Чикадилов хавали на первом, втором эпизоде. Ну, да, то есть, короче, это, вот, один очень неловкий такой момент хотел бы спросить у вас, как раз вот про детей, вы сейчас сами заговорили, я просто вот лазаю у вас сейчас опять в фотопленке и вижу, тут есть фотографии детей. Совершенно верно, есть такое дело. Да, ну, во-первых, вот, типа, вот фотография прям какой-то девочки, которая играет на какой-то площадке, мальчик вот какой-то, то есть, причем такие фотографии прям, ну, нормально сделаны. Что это за фотография? Это вполне у вас же, это вполне безобидный фотоматериал. Это не какие-то у меня, знаешь, флюиды пошли. Вот, вот эти фотографии. Я вижу, вижу, вижу. Это ваши дети? Да нет, какие мои дети? Они уже, блин, кучерявые все, в смысле, бородатые. Я подрабатываю иногда охранником в парке, понял? И вот, значит, наблюдая там за детской площадкой, ну, в парке надо поддерживать на территории, это самое, чтобы было все в порядке, там хулиганы, гопники и все такое. Ну, вот, и я так на телефон, ну, краткий, ну, фоткал детишек. У меня тоска, ностальгия по моим детям. То, что мои... А, вы фотографируете натихаря детей. Ну, я не держу детей. Ты пойми, да, чисто вот, ну, мне приятно, как дети смеются, играют, радуются, вот. Я иногда думаю, смотрю на эти фотки. Да, понятно, что можно кино включить, там посмотреть. Но это все-таки жизнь, это не кино. Вы ходите, подождите, я сейчас правильно понял, что вы работаете на детской площади? Подрабатываю. И фотографируете чужих детей. Ну, нет. И храните тут просто тысячи этих фотографий. Не, ну, ты что хочешь мне сказать? Что это фотографии чужих детей, это странно. Странно? Да. Пытаюсь. Особенно в контексте того, что вы серийный убийца, это вообще ебанно звучит. Родители не в курсе же наверняка, что вы это делаете. Вряд ли. Что вы с этими фотографиями делаете? Ничего, дома так иногда смотрю. Нет, я не это самое на них, нет, ты пойми. Но не знаю мне смотреть, интересно детскую жизнь. То есть почему? Я был обделен вот этим жизнью. У меня не было... У меня были свои дети, но их детство прошло вне меня. Я этого не видел. И вот сейчас я смотрю на детишек на мелких, и как бы... Мне интересно, был бы я их папой, как бы я с ними играл. И все такое. То есть чисто из отцовских чувств. Да это... Ну, это ху-тёво звучит, мужик. Ху-тёво звучит. Это, это, ну, типа, это прям ебанно. Ты... Я даже понимаю, что если я сейчас вот эти фотографии покажу вот лица этих детей просто вот в меню, мне уже как бы будет некомфортно, и родители будут несчастливы. Послушай, ты ху-тёво в моем телефоне. Мама не горюй. Дети, не дети, белочки там, ну... А нахуй ты детей фотографируешь? Это... Это вообще п***нуться. Ну, это прям... Гадость какая. Нет, понимаешь, я пучку не хочу включать, тем более на тебя. Ну, давай включи. Давай включи. Да? Ножи уберите на всякий случай. Да ты нахуй мне нажать. Хотя он этой шпилькой тут закалил, вон, не оставит. Ну, ты... Я, может, не лучший интервьюер на свете, ну... Сначала у меня были бы там белочки-еноты, ты бы что сказал мне, что я имею этих белочек-енотов, так же я не говорил этого. И про детей, тем более, ты не говорил. Ну, то, что у тебя... У кого-нибудь есть фотографии детей в телефоне чужих? Вагров? Естественно, нету. У них и судьба другая. И у кого, думаю, нету. Много людей сидит. Не, ну, она п***евает, ей-богу. А, мужик, ну, мужик, ну, у тебя странные... У тебя, у тебя... Я тебе... Дай тебе удалю фотографии просто. Да удаляй, удаляй. Удалю. Удалю реально. Странный ты, блядь. Ты же не занимаешься ничем плохим, правильно? Нет. Ты же искупил свою вину, правильно? Да мне хватило выше крыши. По самой гланды, да. Ну, чё? Чё ещё-то? Чужих детей фотки. А, бла-бла-бла. А не педофил ли ты? Ну, я очень грамотно это намекаю, как бы, блядь. Да я чувствую, да, что ты намекаешь, понимаешь? Ну, это просто странно. Я, ну, я же не ебаный. Это же реально какая-то ну хуйня какая-то. Ну, вот, я уже всё почти удалил. Вот, смотри, удалил и с ним. Я новый, ну, блядь, ты понял, нет? Вот глумит. Я думаю, можно заканчивать, понял. Ну, интересный телефон. Интересный. Так, отдай мне его. Зад, п***. Хорош там шаманить его телефон. Ты уже меня достал порядок. Материалы надо прислать. Сейчас мы скинем материалы и, пожалуйста. И это... Хорошо, спасибо большое. А, сейчас он скинет, и мы вам отдадим телефон. Что, вы как-то нервничаете, да? Типа, да. Ну, ты меня довел практически. У тебя получилось. Я тебя поздравляю. У тебя талант к этому, ей-богу. Ха-ха-ха. Да. А вообще, полиция, вы же ходите на какой-то осмотр, на учет. Типа, они ни телефон не смотрят, ничего, да? То есть, все нормально. Нет, в телефоне ничего супер криминального не найдено. Ну, как бы, нет. Фотографии есть, проститутки есть. Ничего подозрительного там эти цветные не увидели. Ну, вы сейчас считаете, что вы хороший человек? Сейчас. Уф. Да.